Как политолог я хотел бы поговорить о месте и роли социальных организаторов модернизации политической системы Украины. Я считаю, что это малоизвестное и непонятное для многих украинцев, для сотрудников избирательных штабов понятие, является очень важным и даже ключевым фактором для будущего всей политики Украины. Ну, достаточно просто подойти, как происходят модернизации в разных странах, ну и легче всего говорить на такой организационной структуре, сначала человечество, как армия. Самая лучшая сегодня и самая сильная армия – армия Израиля. Считается наиболее организованная, наиболее динамичная, которая может выполнить любые поставленные цели. Почему? Потому что это та армия, которую начали модернизировать не сверху, сколько какому генералу дать авиации, подводной кавалерии и так далее, а снизу, с рядового солдата. Сколько на рядового солдата можно навесить функции, сколько ему можно дать целей, коммуникационных, сколько он может нести на себе оружия и так далее. И, значит, и реально, значит, эта армия, ну, пока что, значит, возникшая и организованная в 50-х годах, вот уже 50 лет, является законодательным модом. Если мы говорим о политической системе и, значит, о тех проблемах той неразберихи, том тумане войны, с которым сегодня идут на выборы, наши проблемы избирательных штабов, проблемы политиков, проблемы взаимодействия электората и, значит, и как нашим избирателям вообще разобраться, вот здесь надо сразу сказать о той неразберихе, которая есть во время избирательной кампании и о той неразберихе, которая есть между избирательными кампаниями во всех социальных политиках. Прежде всего начнем, значит, о том, что политику, вообще-то, самое важное завоевать голоса избирателей. Для этого на избирательную кампанию у него есть, ну, давайте морскую, такую пищевую цепочку изобразим. Значит, итак, на нижнем уровне у нас идет планктон, нанятый за 100-200 гривен в день, агитаторы, которые проходят кампанию от двери до двери, которые раздают листовки, то есть они достаточно безлики, значит, и рядом с планктоном сразу идут вип-агитаторы, бывшие министры, нардепы, все, что есть посредине. Вообще-то штабы рекомендуют заниматься искать ломы, лидеров общественного мнения. Ну, значит, ну, кто эти ломы, значит, и борьба за ломов, и когда админ резурм нагинает этого председателя колхоза, руководителя предприятия, знатного инженера, там, значит, ну, Андрея Шевченко, как футболиста и так далее, значит, вот всем нужны ломы, они же, значит, ну, в каких-то компаниях и вип-агитаторы, но, значит, перепад абсолютно очевиден. Планктон и киты. Значит, теперь с другой стороны подход, значит, проблема в том, что у нас партии все до одной политические, и по системе идут партийные списки, и идут мажоритары, то есть мажоритарные кандидаты тоже мало независимых, больше шансов тот, кто идет еще выдвину по мажоритарному округу какой-то политической партии. Проблема вторая в том, что, значит, сама организация политических партий. Партии у нас массовые, все гордятся количеством членов своей партии, не количеством людей, которые голосуют за эту партию, что вообще-то это реальный показатель, а количество официальных членов этой партии. Все гордятся первичными организациями. Ну, давайте посмотрим, значит, есть хорошие рабочие первичные организации на производстве, но на выборы-то идет совсем другой человек сегодня, мы живем в рыночном обществе, идет человек, у которого есть какие-то интересы в районе, в городе, в области, есть какие-то на уровне, значит, лоббистском, это всегда политико-экономические интересы. Очень редко эти интересы бывают, что человек защищает пчеловодов, когда этот человек, значит, собиратели марок, значит, когда человек потребителей жеков. Обычно, значит, ставка идет, ну, нормально на волне рыночных бунтов 2010-2011 года. Стали поднимать и вспомнили о почти забитом малом бизнесе. Но реально, значит, у человека есть собственные лоббистские интересы, а уже потом, чтобы их прикрыть, он уже обращается, какие интересы избирателя он должен, значит, как бы отразить, помочь. Всем известно, что в нашей коррупционной стране только во время выборов у кандидатов появляются социальные инициативы. Значит, и чем дальше мы видим плакаты, например, в Западной Украине, где представители, значит, Киева в вышиванке пишут социальные инициативы для такого-то района Закарпатья, ну, достаточно странно, значит, хотя и это надо использоваться, вот когда говорят, что вот инициатива появляется только во время выборов. Люди строят спортивные площадки, значит, но и дальше это никуда не идет. И мы просто, значит, говоря, значит, это политическая система, которая не соответствует мировым стандартам. Она вот, грубо говоря, как каменный век. Вот этот каменный век, где есть только зачатки подходов, где есть понимание идей, и оно абсолютно не связано. Третий уровень, значит, это уровень, который мы говорим, то, что делает в социальной сфере государство. Значит, у нас есть социальные, управление по социальной политике в областях, в городах, в районах, есть социальные службы молодежи, есть службы по безработным, по делам инвалидов и так далее. Все это человек за минимальную зарплату, значит, предоставляет социальные услуги гражданам. Как он это делает? Вот человек зашел, спросил, как мне пройти туда? Да, дверь открыл, закрыл, а себе уже социальный работник записывает. Значит, сделал такую-то услугу. Значит, есть подвижники, которые занимаются сиротами, ну, значит, социальным сиротством, которое мы понимаем, оно сейчас на коллегии министерства социальной политики, министр поставил забаву, что истребить социальное сиротство. Сиротство было, есть и будет, потому что родители, хочешь ты не хочешь, умирают в катастрофе и так далее. Другое дело, чтобы оно не было накладно, чтобы этот ребенок мог получить его образование. Не сиротство надо устранять, а те последствия. Значит, ну и здесь мы говорим о всей социальной работе, все, наверное, сталкивались с работой социальных педагогов, значит, социальных психологов, ну, если таких видели, которые вот у нас по закону социальные психологи должны беседовать с насильниками в семье и объяснять, почему он пьяный, без работы пришел, ударил жену, рассказывать ему о коммунистических ценностях, чтобы он, значит, перестал быть насильником. Ну, бред, если бы можно было просто про какие-то ценности рассказать, то уже, наверное, бы тюрем не было, и идеи Томаза Кампайнелы победили. Но вот это вот так выглядит у нас социальная работа. Причем зачастую за этими управлениями, например, по управлениями по молодежному трудоустройству, скрываются просто фирмы по отправке далеко не молодежи за рубеж, а здесь же говорится, что вот социальная работа, и этот социальный работник как бы присутствует. Ну, значит, мы понимаем, что все эти системы не работают. Не работает система политическая, не работает система, система связи политики с избирателем, не работает государственная машина. И вопрос, значит, не работает внутри партийная структура, ну, вот мы это видим и по съездам, всех основных партий, хоть и тех, которые делают выборы в кукурузном поле, и те, которые делают в больших, значит, плазма, как бы центрах. Значит, и выход какой? Выход достаточно прост. Значит, поэтому, значит, о выходе, наверное, очень быстро остановлюсь через три уровня. Идеологический, организационно-логистический, ну, и, конечно, уже с точки зрения государственного менеджмента. Итак, с точки зрения идеологии. Значит, для того, чтобы наша партийная система изменилась и стала реальной демократия, а не господин коррупционер все равно бы попокупал голоса, мы должны сегодня понять, что пришло время отказаться от массовых партий и перейти к партиям избирателей, значит, партиям немассовым. Значит, смысл в чем? Что, значит, нет сегодня той классовой борьбы, нет той роли профсоюзов, которая была сто лет назад. Сегодня, значит, человек, значит, программы партий отличаются между собой, и там, и там социальная политика. Ну, потому что нет у нас ни одной партии, которая говорит вперед к светлому будущему каннибализму. Тогда и плохих людей будет меньше, мяса вдоволь. Таких нет. Значит, все говорят приблизительно одно и то же. Значит, но, значит, сама программа, значит, для того, чтобы такой партии работать, ей не нужна организация, которая платит членские взносы. И про чем, значит, зачем бы организация платит членские взносы, чтобы опять на выборы пошел в какой-то банкир, платя свои деньги, имея свои интересы, и привлекая же, нанимая их в качестве агитаторов. Значит, наоборот, значит, партия, значит, зато знать этот человек, значит, с какой-то идеей, должны знать, какие есть настроения, какие проблемы в том или ином микрорайоне. И здесь, вот, значит, довольно интересен подход американцев к их функции, значит, функции и роль такой структуры, которую в разных переводах наговорят или общественный организатор, или социальный организатор. Но, как показательно, это первое единственное место работы действующего президента США. Значит, он был общественным, то есть социальным организатором. И, имея хороший диплом, все равно из Майами уехал в Чикаго, где никто его не знал, и стал там работать социальным организатором, что дало ему возможность мгновенного социально-политического лидера. Прямо из-за этих организаторов он становится сенатором штата, значит, потом попадает на Капитолий и сразу же президентом. Более стремительной карьеры от окончания университета и, значит, не имея блистательных родственников, как Кеннеди или Буш, значит, наверное, не было и в истории этой самой ведущей в области демократии страны. Значит, что же это происходит, значит, и что такое социальный организатор? Это человек, который совмещает функции и государственного соцслужащего, и, значит, приемного народного депутата, если взять, и, значит, то есть социального работника, и одновременно агитатора, пропагандиста, и даже чуть-чуть ВИПа. Значит, это вот, значит, человек, который занимается, как бы, между выборами, он, как бы, исполняет функции социального работника, во время выборов он исполняет роль начальника штаба избирательной кампании. Значит, и в чем его функции? Значит, что нужно для политической партии, для ее работы? Адресность, знать, чем, значит, те проблемы, которые решаются на микроуровне, на макроуровне, то есть донести свои идеи, показать свои преимущества перед другим. Дальше, значит, работа с целевой аудиторией, внутренняя консолидация, консолидация внешнего привлечения новых сторонников на выборы. Значит, всю эту функцию выполняет парень, который напрямую связан с сенатором штата, значит, с муниципалитетом города. И, значит, вот он, парень или девушка, просто я почему говорю парень, что есть очень хорошая комедия, ее можно найти в Ютьюбе, можно найти в соцсетях, называется «Глава державы» 2003 года, где молодой афроамериканец является социальным организатором в Вашингтоне и тоже как бы баллотируется в кандидаты США, ну, там комедийная ситуация, но реально сразу видно, что будущего Обаму искали демократы именно там, там объясняется, для чего это делается, там, ну, стоит посмотреть, тогда увидеть практику, что, значит, парень занимается, он протестует, значит, требует, чтобы сразу же в начале фильма отстаивает маршрут автобуса городского по этому микрорайону, там выступает против сноса какого-то дома, помогает старушке спастись, когда неправильно подрывает и вот как бы становится героем. То есть, те функции, которые несет сегодня социальные активисты, как общественные организации, к добровольцам, те функции, которые должны сегодня делать, значит, социальные работники, но на минимальную зарплату, это в основном женщины до декрета и после декрета, значит, кто у нас сегодня является, значит, какой-то активности они не проявляют и этой работой не горят. Вот, и мы видим, что, получается, с другой стороны, связи у этого социального работника, у него есть связь с заводделом своего района наверх, и здесь же, значит, и, значит, уже в общественно-политическом лифте он напрямую, человек может выйти, обратиться к сенатору, напрямую выходит на депутатский корпус. Также, значит, сама проблема оторванности депутатских приемных и людей, которых он нанимает отдельно. Мы, значит, видим фигуру, которая получается, как сампунь-дезодорант-одеколон. Все в одном, и все это эффективно работает. Тем более, значит, этот человек, знающий все, значит, является тем звеном избирательного штаба, который, естественно, уже может гораздо лучше развернуть избирательную кампанию и накрыть свой микрорайон. Значит, заодно, значит, траты, финансовые траты, если мы смотрим уже с организационно-логистического уровня, значит, здесь получается, вот как солдат той же самой израильской армии, он, его целевой функциональный фараг, максимальные функции, мы можем на него в мирное время, то есть до избирательной кампании, и во время избирательной кампании предложить. Значит, сколько нужно ему сотрудников, место занимает такой человек, которому, кстати, и, значит, важно, чтобы доверяла местные общины. Обама даже специально в Чикаго, будучи мусульманином, принял, значит, христианскую веру, чтобы работать с негритянскими религиозными общинами. С ними он активно и работал, и как социальный организатор, вот, он активно занимался рекомендацией, значит, для застройщиков, то есть кто оплачивает кампании, социального жилья, то есть социального жилья, и там даже через Обаму некий палестинец Бласко получил в Чикаго 700 миллионов долларов на строительство жилья, построил он, не построил, это вопросы той кампании избирательной, но, значит, мы видим, что фигура, значит, как бы начинает работать. С точки зрения государственного менеджмента, зачем нужен социальный организатор? Значит, ту реформу, которую делают у нас в стране, она называется, идет по принципу, значит, модернизации конца 20 века, от которого уже многие отказались, называлась она новый государственный менеджмент, когда должны на всех уровнях быть профессионалы, определенный отказ от идеологии, это государство услуг, значит, но, значит, то, что эта теория противоречила теории демократии, потому что, значит, когда тебя навязывают услуги, хочешь ли ты, не хочешь, значит, это навязчивый сервис, оно уже не работало. С другой стороны, значит, мировой банк, структуры, аналитические центры близкие к универсальным организациям, не только ООН, но и к другим рекомендуют для стран, которые проводят модернизацию, теорию governments, значит, удобного управления, удобного правительства, значит, что это происходит, что все решения должны решаться в треугольнике гражданское общество, население, тот, кто избран в власти и бизнес. Вот, значит, здесь этого социального организатора, как независимого, всегда может поддерживать бизнесмен, у которого, значит, есть какие-то интересы. Здесь происходит группа консенсуса, значит, этого бизнесмена с избирателями, а не проблема, когда первички собираются на районную партийную конференцию, если давлением узнают, кого они теперь выдвигают, значит, то, что происходит у нас во всех партиях, и причем даже таких декларативно-демократических, радикально-демократических, как, например, вперед Украина, Наталья Королевская, на деле все это, все решения принимает один человек. Значит, здесь все, значит, этот механизм как бы начинает работать. По-другому не работая, значит, если этот механизм начнет работать, все равно будет процветать коррупция. Значит, и коррупция, она достаточно простая, значит, социальный организатор это хорошее средство против коррупции, потому что вопросы деребана бюджетного, значит, снимая и представляя общественное мнение, договорясь, значит, вопросы откатов, они как бы снимаются, отходят на второй план, и как бы, значит, сам этот человек, значит, ну, естественно, для США, значит, Обама проходил большущий конкурс на, значит, там проверялся, как его диплом, вот он отдавал, то есть это требуется человек как с высшим образованием. И другое дело, значит, что социальный организатор для нас важен и обновление в партийной системе. Нужен не только, когда идут династии, кадровые, то есть, что он, почему он ведет с высшим образованием, потому что это кадровый резерв, хороший организатор в этом социально-политическом лифте может достичь уже вершины и политической организации, ну, как произошло и с бараком Обама, и что, значит, в Сенат штата, значит, дальше в федеральное собрание. То есть это достаточно показательно, что человек, идущий на эту работу, видит свою перспективу. Это вот то ключевое звено, то есть это получается, как в армии лейтенант, который приходит служить и видит себя уже майором, полковником и так далее. Значит, то есть политическая система возможна обновления, туда идут не только тот, кто носит по просьбе родителей портфель за тем или другим политиком, значит, и такие выдающиеся политики, как Юрий Луценко, да давайте не будем кривить душой, но он начинал свою карьеру, потому что по просьбе и пошел на место, потому что заболел его отец, известный социалист, и, значит, отец и просил, чтобы Мороза, чтобы вот Юрий был на том месте. Какими-то других качествах будущего полевого, значит, командира Майдана в то время не было, значит, но опять же, значит, зарекомендовал. Здесь же, значит, опять же, значит, где работал Луценко с рядовыми избирателями, в каком районе, мы с вами не знаем. Значит, здесь же вот эта вот система, которая позволяет как бы перевернуть пирамиду всей политической жизни страны. Ее, эту систему надо обсуждать. Значит, здесь можно спорить, говорить о технике, но сама идея, что вот фигура, чтобы понимать, все равно будут вверху, значит, командиры, но плох тот генерал, значит, то есть нет плохих солдат, как говорится, есть плохие генералы. Поэтому, значит, я предлагаю всем нашим политическим генералам задуматься о том, значит, какие солдаты у них должно быть, и, значит, в сущности, та идея, которая сегодня нашла отражение в украинском выборе, значит, но и, значит, функции социальных организаторов предусмотрены, дискуссия идет, но здесь, наверное, давайте обсуждать и давайте, значит, исходить из того, из целевого и функционального характера, что должен сделать этот человек для той территории, которой он отвечает, какие возможности он будет иметь в системе своей общественной организации, тем, значит, чтобы, значит, диалог был, активно была и обратная связь, значит, ну, кстати, вот, показательно, что в нашей политической системе Украины абсолютно не работает система обратной связи. Вот социальный администратор, то есть социальный организатор позволяет, да, кстати, и администратором можно назвать, значит, он позволяет заработать вот этой системе обратной связи, значит, тому диалогу, который и важен для нашего будущего. Спасибо.